День Города Умная неделя с уклоном в диджитал. Как развивать цифровой маркетинг? Глава региона Николай Любимов лично осмотрел пристройки к детским садам. Главная задача сейчас – обеспечить возможность родителям спокойно приводить своих детей в ясли, детские сады и школы, заявил губернатор Рязанской области. Оценка готовности зданий в нашем следующем материале. Это фигровая. Тоже виды вся заряжена. Экскурсию для главы региона Николая Любимова проводит заведующий детским садом номер 131. Она показывает все помещения в новой пристройке – медицинский кабинет, буфет, спальню, игровую и другие. Осматривают пристройку как внутри, так и снаружи. Стоит такая 62,5 миллиона рублей и рассчитана на 60 мест. 1 сентября она распахнет свои двери. По сути, здесь осталось только мебель расставить. Этот процесс помогает именно в тех районах города, другого населенного какого-то пункта в нашей области. Именно там, где это необходимо, дать новые места для детей. Потому что, чего греха таить, участков земельных, свободных, тех, особенно, которые находятся в публичной собственности, их практически не осталось. И вот за счет того, что мы строим пристройки, мы позволяем сюда привезти на треть больше детишек даже тем, чем их было в этом детском садике ранее. А это уже другой детский сад. Номер 7. Пристройка здесь тоже новая. О ней местные жители мечтали давно. Район Дашковой песочни разрастается и детям нужны места. Теперь они точно будут. Эта страна у нас будет называться городская среда. То есть здесь были все панели абсолютно причинены городской среде. Всего в этом году в городе появится рекордное количество ясельных мест – 900. За три года нацпроекта в регионе построено 25 яслей. Большая часть – в самой Рязани. 21. Дальше – больше. Места, где ясли нужны, известны. Поэтому работа будет продолжена. Главное – реализовать все в срок. А за этим нужен контроль. Как родительский, так и депутатский. А для того, чтобы, собственно говоря, такой контроль осуществлялся, ну, фактически в ежедневном режиме, это депутатский контроль обязательно. Потому что депутаты со своими жителями общаются, ну, чаще всех. Соответственно, со своими избирателями они могут сигнализировать при обнаружении любого какого-то нарушения, любых несоответствий и доносить это до тех, от кого зависит от принятия решения. В том числе и, кстати, до правоохранительных органов. Поэтому депутатский, родительский в данном случае контроль – это очень важно. Сейчас заканчивается прием документов и в Ясли, и в школы. Тревожных сообщений о нехватке мест пока не поступало, отмечает Николай Любимов. Губернаторам поставлена четкая задача – темп сохранить, а сами школы и детские сады не должны медлить с открытием. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». С момента мусорной реформы прошло уже два года. Однако рязанцы по сей день не понимают, почему и за что они платят больше. В то время как мусор зачастую вовсе не вывозят. После приезда нашей съемочной группы на улице Дзержинского вопросы коммунальщикам появились Иоанны Герцовской. Большой двор между жилыми домами, школа. Казалось бы, здесь создано все для хорошей жизни. Однако мало того, что на улице Дзержинского, дом 74, нету даже детской площадки, пространство вокруг мусорки завалено крупногабаритными отходами. Шкафы, верхняя одежда, подушки, различные деревянные палки, окна. И такое разнообразие практически в центре города. Неподалеку находится оживленная дорога. Во дворе дома дети играются с мусором. Просто он здесь повсюду. Вместо игровой площадки около домов сооружен импровизированный шалаш из крупногабаритных отходов. Здесь нет даже контейнеров для сортировки мусора. У нас пока раздельного нет. Мусор как собирали, вот контейнеры эти, так и осталось. Да как-то я даже прохожу деловой походкой, не замечаю, что видно только когда очень много. Но это не бытовой мусор, это не знаю что. Это что-то из другого подъезда выбросили, но я не в курсе. Не знаю, что это такое. Давно уже лежит это все. Это крупногабаритные отходы, которые также должен вывозить региональный мусорный оператор. По словам местных жителей, управляющая компания заявляет, что дополнительного договора на вывоз крупногабаритных отходов у них нет. Хотя это и противоречит логике. Сколько хожу? Давно. Сегодня я вот хожу здесь. Я живу через дорогу, самый длинный первый дом. По проекту мусорной реформы, к 2030 году абсолютно все отходы должны быть отсортированы, а на свалках страны должна оказаться только малая их часть. Видимо, взрослым рязанцам о такой услуге остается только мечтать. Детям по-прежнему играть с мусором, привлекая нежелательных гостей – крыс, бродячих собак. Потому что помойка для них – это естественная среда. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Национализировать все торговые сети, отдать основные доли в компаниях по производству продуктов питания гражданам России. С таким предложением по обеспечению продовольственной безопасности страны выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, сегодня в стране необходима государственная монополия на самые потребляемые товары – алкоголь, табак и сахар. Продовольственная безопасность – незыблемая основа экономики любой страны. Однако в России сегодня две трети продовольствия на прилавках либо полностью импортное, либо из иностранного сырья, либо изготовлено на зарубежном оборудовании. А все крупные торговые сети и производственные сельхозпредприятия почти полностью принадлежат транснациональным корпорациям со штаб-квартирами в Западной Европе или США. У нас нет ни одного государственного магазина, ни одного государственного ресторана, столовой, кафе. Все в частных руках, а внутри частного сектора все в руках иностранцев. Все заводы в их руках. То есть небольшие налоги, они здесь платят, а основная прибыль уходит туда. В случае вода наша, сырье наше, рабочее наше, все наше. Марка наша, а деньги туда. Это экономически невыгодно, морально, политически, с точки зрения безопасности. По мнению либерал-демократов, зависимость от импорта в продовольствии – прямая политическая и экономическая угроза стране. Лучший выход – национализировать торговые сети. Основная же доля у производителей продуктов питания должна принадлежать российским гражданам. Ну и, конечно, вернуть госмонополию на самые потребляемые товары. Возьмите самые потребляемые продукты – алкоголь, табак и сахар. Сахар имеет в виду все экономические изделия. Давайте национализируем. Я вас уверяю, 40% бюджета. Мы забудем про доходы от нефти. Продовольствие будет – основной доход. Впрочем, Владимир Жириновский вовсе не против частной собственности как системы. Главное, чтобы пользу она приносила внутри страны, а не за ее пределами. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязани проходит молодежный форум российского общества знания, маркетинг и новые медиа. На площадках библиотеки имени Горького выступают журналисты, преподаватели и специалисты в области маркетинга и диджитал. Они расскажут старшеклассникам и студентам о роли диджитал в современном мире, развитии социальных сетей, геймдизайне и даже карьере. Если вы хотите развиваться в карьере, вам нужно не забывать о том, чтобы вас признавали люди вокруг. Лекцию о том, как сделать крутую карьеру в диджитал, читает президент Ассоциации развития диджитал-агентств Дмитрий Фролов. «Секрет прост», — говорит он, — для развития успешной карьеры необходимы личные навыки, общение с командой, планирование своего дня и управление временем. Все хотят развиваться, во-первых. Во-вторых, я рассказываю не просто про карьеру, а про карьеру с уклоном в диджитал, то есть в цифровой маркетинг, вообще в цифровой мир. А цифра сейчас — это тренд. У нас тренд — цифровая трансформация, и многие работают в этой области, с этим сталкиваются, поэтому стараюсь немножко поделиться своим опытом. «Умную неделю» в Рязани на площадке библиотеки имени Горького организовало местное отделение общества знания. Главную концепцию определили сразу — цифровизация. Темы по регионам обсудили еще на федеральном совещании. Приезжают молодые профессионалы, рассказывают, как добились успеха, какие технологии использовали. Это имеет огромный отлик, на самом деле, у населения, судя по просмотрам на Ютубе. Естественно, здесь из-за пандемии мы не можем принять всех желающих, но по просмотрам на Ютубе обсуждение этого мероприятия идет очень активно. Мария Егорова, главный редактор журнала ТПП РФ, поделилась нюансами искусства интервью. Побывали в Рязани и авторы подкастов — Александра Рудко и Антон Маслов. Все лекции доступны на специальном канале в Ютубе. Вопросы задаются нашей аудитории, и в том числе зрительской аудитории, вот в основном в этом контексте. То есть, каким образом найти себя в новой цифровой среде. Поэтому успех однозначно есть, и мы фиксируем достаточно большое количество просмотров в записи. В середине сентября этот формат в Рязани повторят. На форуме обещают разнообразить темы с оглядкой на новое время. Появятся так называемые soft skills и hard skills для расширения компетенций. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Более 70% жителей Рязанской области считают, что в России необходимо отменить единый государственный экзамен. Такие данные следуют из опроса, который провели активисты партии «Справедливая Россия» за правду. Подробности в следующем сюжете. По статистике, 78% из более чем полутора тысяч опрошенных на улицах выступают против ЕГЭ и настаивают на возвращении к традиционной форме проверки знаний. И только 9% респондентов хотят оставить все как есть. Остальные затруднились с ответом. Совсем недавно мой племянник сдавал ЕГЭ. За четверть и за год по основным предметам он получил две четверки и пятерку. Попробовал, конечно, сдать пробный тест. Завалил. Пришлось нанимать репетиторов, на что потребовалось огромное сумма денег. Для многих оплата репетиторов бывает не просто накладной, но и неподъемной. Поэтому отказ от ЕГЭ, по словам рязанцев, мера оправданная. Единый государственный экзамен в том виде, в котором сейчас есть, фактически разрушает наше образование. Дети обучаются не 11 лет, а 9. Два года последних по факту они готовятся к экзамену и проходят тесты. Поэтому однозначная отмена единого государственного экзамена в том виде, в котором существует и возвращение к классической русской образовательной системе, которая позволила Советскому Союзу выйти в космос, освоить простого Сибири и Дальнего Востока. Ни для кого не секрет, что подготовка к ЕГЭ является очень тяжелой еще и в эмоциональном плане. Выпускники в состоянии постоянного стресса. Единый государственный экзамен вызывает большие проблемы у подростков. Неокрепшая психика сталкивается с тяжелыми заданиями. Нередко подростки подают депрессию. Бывают и случаи самоубийств. Мы требуем отменить единый государственный экзамен и вернуться к обычным традиционным выпускным экзаменам. Отмена единого государственного экзамена является одним из главных требований справедливой России за правду. В партии систему ЕГЭ считают неэффективной. Как компромиссную норму справедливороссы предлагают сделать такой вид экзамена добровольным. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова